Южная граница природного парка Горин заканчивается крутым обрывом. Здесь, в лесистых горах Верхней Галилеи, в 20 км северо-восточной Акры находятся руины средневекового укрепления крестоносцев. Замок Манфор, так он именуется, был построен на крутом отроге в горной гряды, чтобы оставаться максимально защищенным от внезапных нападений и длительных осад. Добраться до замка можно по тропе, которая начинается прямо от смотровой площадки и спускается в ущелье. Прогулка до крепости это дополнительный бонус для любителей активного отдыха. Тропа проложена довольно полого и не представляет каких-либо трудностей при спуске. Среди деревьев, растущих на склоне, особо выделяются дубы Товорские. Желтыми шапками цветет Алисон горный, в зарослях прячется от солнца цикламент персидский, а внизу ущелья обосновались вековые платаны. Сразу за ручьем обнаружилось заброшенное строение. Природная скала оказалась задней стеной нижнего этажа. Археологи предполагают, что здесь мог находиться госпиталь крестоносцев. Наверху, в левом крыле здания, чудом сохранилось помещение с уникальным стрельчатым крестовым сводом. Впервые до такой конструкции свода додумались архитекторы в Римской империи. Позже, в готических соборах и монастырях, подобный тип арочного перекрытия широко использовался. К замку ведет уже не тропа, а старая горная дорога. Перед входом в древние укрепления возвышается небольшая сторожевая башня. В исторических хрониках замок Манфур фигурирует как резиденция великих магистров Тевтонского ордена. В 1230 году Тевтонцы купили обветшавшие укрепления у местных землевладельцев. Рыцари ордена восстановили замок и построили вокруг дополнительную крепостную стену. Через 40 лет, в 1271 году, крестоносцы были вынуждены покинуть крепость после длительной осады войсками Мамлюка-Бейбарса. Бейбарс приказал разрушить замок, чтобы ни у кого больше не возникало соблазна в нем укрываться. С тех времен и по сию пору замок больше никем не восстанавливался. Стены, возведенные крестоносцами, видны невооруженным глазом. Блоки подгонялись друг к другу не очень тщательно и распирались мелкими камешками для прочности. Есть и откровенно халтурная работа, где разнобойную кладку заливали раствором. Отдавая должное Тевтонцам, стоит пояснить, что они находились на враждебной территории. И для них стояла задача не стенки красивые выкладывать, но быть готовыми сражаться и умирать. Поэтому и строили просто, из подручного материала, также использовали блоки, оставшиеся от древних сооружений. Но все же сохранились до наших дней небольшие участки стен, которые возвели задолго до прихода сюда крестоносцев. Пример тому стена в центральной части крепости. Древние блоки обычно отличаются по цвету и в большинстве случаев имеют разные оттенки серого, но и, конечно, обработаны несравненно лучше. Порой закрадывается сомнение, а камень ли это или бетонный блок. Но если бы древние знали способ приготовления бетона, то могли поставить опалубку в несколько метров и заливать сразу большие участки, а не тратить время на возню с отдельными блоками. Но это всего лишь мои предположения. Истина вполне может быть за пределами нашей нехитрой логики. На центральной площадке замка возвышаются две небольшие пирамиды из древних блоков. Это новодел для стимуляции воображения у туристов. Некоторые блоки растрескались и при желании можно отколупать от камня небольшие кусочки. Подобным образом крошится некачественный бетон. Но некоторые горные породы, такие как туф, песчаник и известняк, также не особо прочны. В северо-восточной части замка за стеной находится восьмигранная колонна, которая сразу притягивает к себе внимание. Она напоминает шахматную ладью, забытую на доске после сыгранной партии. Колонна впечатляет прежде всего своими размерами. 74 см. Ну и здесь 74 см. Все грани 74 см. 2,60 см. Высота колонны 2,60 см. Частично сохранились еще две подобные колонны. Их во время ремонта крестоносцы банально замуровали в стену. Не ценили древность в старину. Я обратил внимание, что структура камня и характерные трещины на колоннах удивительным образом перекликаются с мегалитами Иерусалимского подземелья. А визуально колонны Манфора чем-то схожи с восьмигранной башней ветров в Афинах. Складывается впечатление, что крестоносцы возводили крепость на руинах древнего храма либо какого-то культового сооружения. Тем более, что до появления тевтонцев никакой крепостной стены здесь не было. Рядом с колонной лежит частично обработанный каменный блок. На верхней плоскости и сейчас можно разглядеть разметку древних мастеров-каменщиков. Также обращают на себя внимание многочисленные поперечные бороздки, они похожи на следы от какого-то механического воздействия. Думаю, что это малая часть интересных деталей, которые попались мне на глаза. Последние серьезные исследования на территории замка проводили археологи из Нью-Йоркского музея Метрополитен. Это было в 1926 году, к сожалению, отчет об этой экспедиции мне найти не удалось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...